Всем привет. В середине августа, на несколько суток, я посетился рыбалку реку Нир в Тверской области, право приток Волги. Отплыв от лагеря под противоположный берег, решил начать ловлю с вращалки. На первых же проводках, только в шинок, стал проявлять себя небольшой кушок, вполне товарного размера. Так как ранее на этой акватории приходиться мне не доводилось, с собой взял универсальный комплект, состоящий из спиннинга Харти Райс Хальцион, в тесте до 18 грамм, и катушку Шимоно Сефиа СС, в 3000 размере, а также различные приманки, всего да понемногу. Проловив небольшую заводинку, поросшую кувшинками и тростником, и поймев несколько поклевок, а также выходов окуньков за 90-м воглером из фамильной серии Константина Евгеньевича Кузьмина «Зеленый китайец», я закрыл за поворот и начал неспеша продвигаться вдоль берега, облавливать урез воды. На поппер, шедший вдоль кувшинок, вылетел небольшой шнурок, но без продолжения. Нужно отметить, что даже в небольшой ветер на 0,4 шнуре 782-й Хальцион прекрасно работает по нижнему тесту, начиная с 3 грамм. Вот, щиренок, вот такой отхватил, вылетел до приманки. Острейший крючок, двойник от Монатики. Груз 2,5 грамм и свинька импакта. Груз полезно поставил, все, кто любит натяжной падении. Смонтированный на двойнике с массой обрузки в 2,5 грамма, на стяжном падении ступеньки, в середине проводки я получил поклевку небольшой щучки. Вращающаяся блесна минимального размера, у меня в арсенале, на который исправно клевали окуня, спустя какое-то время вновь была оторвана. А оставшиеся были слишком велики, и рыба их попросту убивала, толком не засекаясь. Поставив небольшую колебалочку от фирмы Биллинс, дело пошло. В соседней деревне на берегу реки, все обустроено для отдыха и рыбной ловли. Пройдя дом каких-то десяток метров, и вот ты уже на сооруженном мостке Пирси, можешь взять удочку и начать рыбную ловлю. Стоит заметить, что на обратном пути, когда я был в сторону своего лагеря, на этих мостках сидели пожилые жители этих домов, и неспешно потягивали какую-то бель, одну за дной. Сетую на неважный клев друг к другу по сравнению с прошлым днем. Переплыв реку под другой берег, увидел там несколько смачных всплесков головля из-под деревьев, и попробовал его поймать, сплавляясь по ветру, но безуспешно. Оторвав единственный в арсенале чабик и поимев только удар под келошничком, вместо входа лески в воду до пары укуней, я поплыл назад. Заливчик, так манивший меня с самого начала рыбалки, был на полпути до лагеря, а время отведенное на рыбалку еще было, и я направил свою лодку в его сторону. Встав под тростник, так чтобы меня не сносило ветром, и поставив мне зацепляющуюся колебалку от фирмы Рапало в синем цвете, я сделал заброс под противоположный берег. И на полпути на первой же проводке, получая сильнейший удар в спиннинг, подсечка сидит. Но недолгое вываживание заканчивается в пучках кувшинок, хорошая щучка, это была именно она, обмоталась вокруг них и сошла, оставив меня ни с чем. Забегая вперед скажу, что забыл поменять на катушке 0,4 шнур в пользу более толстого, и много раз за эту рыбалку корил самого себя за эту оплошность, которая стоила мне многих потерянных на пустых местах приманок. В самом заливчике перебором различных приманок из своего арсенала я взял лишь два шнурка. Субтитры создавал DimaTorzok Половив еще с полчасика, я направил свою лодку в сторону лагеря. Где подкрепившись и немного отдохнув, решил не заканчивать ловлю в этот день, а выбраться вечером, теперь уже вниз по течению, посмотреть что там за места. И вот, когда солнышко стало клониться к закату, я спустил лодку на воду второй раз за день. Эта рыбалка была вся сделана зеленым китайцем от фирмы Косодака, который косил многочисленные ряды шнурков реки Нераль. Хотя пробовал я и блесна, и различные джиговые монтажи. Зеленый китайцы убивает. Просто косит. Одно за одной. Утро следующего дня выдалось на редкость солнечным и безветренным. Я не применил возможности этим воспользоваться. Все было так же, как и в первый день. Небольшие куньки провожали приманки, но не брали. Лишь щучки уверенно атаковали и засекались на крючки. Подплыв к тому заливчику, где у нас сошел хороший экземпляр вчера, но теперь встал с противоложной стороны и начал веерно пробрасывать джигом это место. И где-то с пятого заброса она села, щучка. Субтитры сделал DimaTorzok Местный парнишка из соседнего села подплыл ко мне и поинтересовался приманками и как ловить щуку. Сам же он ставит с братом простенькие живцовые оснастки, но рыбка, как он говорит, не клюет. Приятно, когда с малых лет люди интересуются рыбалкой.